День города в студии Кристины Бочкарева. Здравствуйте! Главные темы дня – утиные истории. Сообщение о происшествии на Черезовских прудах не подтвердилось. Гусли из Поднебесной. Сегодня отмечают день необычных музыкальных инструментов. В облаках. Рязанская пара зарегистрировала брак на воздушном шаре. Ежедневно в социальных сетях люди выкладывают сообщения о происшествиях в городе. Одно из таких опубликовали сегодня. Анастасия Арнт решила его проверить. Утром в социальных сетях появились данные о том, что на Черезовских прудах около 50 мертвых уток. Пахнет падалью, а от воды идет запах бензина. Но как обнаружила наша съемочная группа, уток нет, но возможно, что их просто уже убрали. В одном из телеграм-каналов житель города написал, что увидел на Черезовских прудах мертвых птиц. По его словам, их было достаточно много. А судя по запаху, они лежали не один день. В комментариях к посту люди предположили, что могло послужить причиной этому. Кормят чем попало. Может, хватит их хлебом кормить? Наверное, отравление. В последние дни не видно ни уток, ни чаек. А вообще там антисанитария. Кормят голубей, крысы бегают. И да, конечно, мертвых уток видела. Но что вы, 50? Нет. Чистить каждый день там надо. Болото, конечно, как будто. Возможно, Рязанец указал неверное название, потому что в Дашково-Песочне несколько водоемов в разных парках. Пруд Серая шейка, Черезовский пруд. И между ними несколько без названий. Во время съемок мы встретили местную жительницу. В разговоре без камеры она отметила, что мертвых птиц не видела. Но уток на воде стало явно меньше. Это на самом деле так. На воде было не более пяти птиц. Публикация привлекла нашу съемочную группу. О реакции ведомств пока неизвестно. Анастасия Арт, Михаил Азуткин, телекомпания «Город». По вине пьяных водителей с начала 2024 года в Рязанской области погибли 10 человек. Об этом заявил начальник региональной госавтоинспекции Сергей Романов. Как отметили в ведомстве, опьянение – не основная причина совершения ДТП. Но употребление спиртного часто сопутствует нарушению правил дорожного движения. Погоня за красной Деонексия – не кадр из какого-то кинофильма. Скорее, дежурный рейд экипажа ДПС. Гнаться за машиной, правда, не пришлось. Остановили во дворах на улице Зубковой. А при проверке документов запах алкоголя в нос и ударил. Предложили пройти освидетельствование на состояние опьянения. Водитель согласился. Тем более, что по закону сейчас все одно. Если отказался, то точно штраф. Если прошел, то штраф. Но если только алкотестер, все подтвердит. Попытки эти удалось посчитать. Нормально выдохнуть, чтобы алкотестер засчитал результат, получилось только с 11-го раза. Так, 0,565 мг на литр. С результатом согласен? Согласно сравнительным таблицам из интернета, для такого результата нужно выпить полтора литра пива. Что именно и сколько водитель выпил, на самом деле он рассказывать не стал. В отношении него составлен протокол по части 1 статьи 12.8 Кодекса об административных правонарушениях. Максимальное наказание – лишение права управления автомобилем на 2 года и штраф 30 тысяч рублей. За первую половину 2024 года сотрудниками госавтоинспекции Рязанской области было выявлено более 800 водителей, которые управляли транспортными средствами в состоянии опьянения. Выявлено 405 водителей, которые отказались от прохождения медицинского освидетельствования. А также 148 водителей сели за руль автомобиля в нетрезвом виде повторно. В госавтоинспекции напомнили, что повторное нарушение карается уже уголовной статьей. Максимально 2 года лишения свободы плюс штраф 300 тысяч рублей. В Касимове прошли торжества по случаю Дня памяти Блаженной Матроны Анимнясевской. Божественная литургия прошла под открытым небом храма у Святой Матроны в селе Анимнясево Касимовского района. Ежегодно в конце июля деревня Анимнясево становится центром притяжения паломников. Притом само благослужение проходит не в маленьком деревянном храме, всех верующих он вместить бы не мог, а перед ним. 29 июля – это День памяти Блаженной Матроны Анимнясевской. Матрона родилась 18 ноября 1864 года в деревне Анимнясево, тогда Касимовского уезда Рязанской губернии. Семья Матроны была бедной и, как бы сейчас ее назвали, неблагополучной. Отец будущий святой сильно выпивала, мать часто срывалась на детях. Когда Матроне было семь, она переболела оспой, из-за этого потеряла зрение. Тем не менее, обязанности у девочки остались – следить за младшими сестрами. В 10 лет новая беда – слепая Матрону уронила свою младшую, за что ее жестоко избила мать. С этого момента и до конца дней она была прикована к постели. Утешение и поддержку девочка находила в молитве. Согласно ее жизнеописанию, первое исцеление она совершила над односельчанином. Тот сам пришел к Матроне с болями в спине. Девушка приложила руки и человек исцелился. После этого в дом родителей стали приходить нуждающиеся в молитвенной помощи. Укрепляемая Богом, Божьей Матерью, несла смиренно свой подвиг, была утешением для многих и многих людей, которые приходили во множестве, посещали ее. Известно так, что как-то раз в один день у нее посетителей было около ста человек, и всех она приняла и утешила, несмотря на то, что испытывала сама тяжелые страдания. Как и прежде, она собирает очень много людей к себе из разных уголков, не только нашей Рязанской области, но и из других областей, которые любят ее, почитают и приезжают сюда не только на день ее памяти, но и так повседневно есть такое паломничество к часовне Блаженной Матроне, в храм, который построен здесь в Немнясево. Она всех утешает и помогает. С 17 лет Матрона и вовсе перестала есть мясо, много молилась, зная наизусть многие акафисты, богослужебные тексты. Причащалась святая каждый месяц, для этого дом посещал приходской священник. В 1933 году к святой приехал священник из Касимовского монастыря Николай Правдолюбов. Он постарался расспросить Матрону и составить ее жизнеописание. Она учила своим словом, но прежде всего она являла образ христианина. Образ христианина своим терпением, терпением непомерных страданий и своими молитвами. И люди не просто видели перед собой страдалицу, не просто слышали слова утешения, они получали благодатную помощь по молитвам Блаженной Матроны. Если судить по документам, Матрона умерла 29 июля 1936 года в Доме Хроников имени Радищева от сердечной недостаточности. Есть предположение, что так как Дом Хроников находился близ храма Рождества Богородицы в московском районе Владыкино, и рядом было кладбище, отпевали святую, возможно, в этой церкви, а похоронили на кладбище близ храма. Сейчас на том месте, где был дом святой, в деревне Анимнясева стоит часовня. Ежегодно это место привлекает десятки паломников. И не только в конце июля люди со всей страны идут в маленькую деревню в Касимовском районе, чтобы получить утешение от Святой Матроны. 31 июля отмечают День необычных музыкальных инструментов. Праздник был создан для того, чтобы подчеркнуть важность креативности и экспериментов в музыке. Этот день напоминает нам, что мелодия – это не только классические инструменты, такие как пианино или гитара, но и множество уникальных, а порой странных звуковых устройств, которые могут удивить и вдохновить. Этот необычный для нашей страны, но традиционный для Китая инструмент называется гуджен. Звучное название сородичей русских гусли из Поднебесной буквально переводят как «древняя струна». В Китае гуджен играет важную роль в национальной культуре, причем инструмент широко используют как в классической китайской музыке, так и в современных композициях. В общем-то, гуджен считают родоначальником целого семейства струнных инструментов. Он, как вот тут уже сравнили его, родственен чем-то европейской арфе, а так это класс цитр. Так что, скорее, он родственен гуслим. Только его струны разделены на два интервала. На одном из них исполняется музыка, он настроен на этот интервал в пентатонику ре, если говорить о гуджене. А на другом исполняется прием вибратора на повышение, то есть на струну нажимают, и ее высота звучания повышается. У гуджена от 20 до 25 струн. Изначально они были соломенные, потом их стали изготавливать из шелка и металла, а в наше время их делают уже из синтетических материалов. Причем для высоко звучащих струн используют исключительно сталь. По своей конструкции гуджена – это крупный инструмент прямоугольной формы. Длина его корпуса больше полутора метров, а ширина примерно 30 сантиметров. Корпус китайских гусли изготавливают из красного дерева, что придает ему прочность и уникальный внешний вид. Писать песни на гуджене достаточно сложно, поскольку не все, если говорить об аккомпанементе, об аккордах, не все аккорды технически, возможно, на нем сыгают. День необычных музыкальных инструментов – это праздник, призванный напомнить о креативности и важности экспериментов в музыке. Отмечают его в календаре всего чуть больше десятка лет. Необычные инструменты расширяют наше представление о звуке, вдохновляя на новые открытия. Музыка обладает огромной силой и играет в нашей жизни большую эстетическую и воспитательную роль, никогда не теряя своей актуальности. Кристина Бочкарева, Дмитрий Ефимов, телекомпания «Город». В самом разгаре период свадеб, и чтобы торжество запомнилось на всю жизнь не только самим супругам, но и окружающим, молодожены частенько придумывают особенные способы заключить брак. В минувшие выходные наша телекомпания была свидетелем кузнечных свадеб в рамках фестиваля «Секреты средневековых мастеров». Мастера воспроизвели древний обряд заковывания молодоженов, который символизирует крепость обещаний о верности. Как сообщается, именно кузнецы в дохристианский период венчали молодоженов. Ну что ж, классный момент. Давайте запечатлим это все. Слушайте, ребят, прям честно, прям и хочется грибнуть «Борько». Вот я не знаю. «Борько!» Поддержит? «Борько!» «Конечно!» «Ура!» А на прошлой неделе пара рязанцев зарегистрировала свой брак «Необычно». Они провели церемонию бракосочетания во время полета на воздушном шаре. В небе поженились Максим и Анастасия Есенины. В Рязани такая регистрация брака была проведена впервые. 24 июля 2024 года – день рождения вашей семьи. Прошу ответить вас, Максим, согласны ли вы взять в жены Анастасию? Да, согласен. Согласны ли вы, Анастасия, взять в мужья Максима? Да, согласен. Объявляю вас мужем и женой. Нестандартный подход к свадьбе в Рязанском ЗАГСе поддерживают, сообщается в соцсетях ведомства. В числе нестандартных мест бракосочетания в сервисе ЗАГС наиболее востребована площадка Рязанской ВДНХ и подножие памятника Петру и Февронии в деревне Ласково. Кроме того, рязанцы могут оформить бракосочетания в музее, в театре, даже в троллейбусе «Адмирал» вечерним рейсом по Рязани. Цитата. «Сервис откликается согласием на любую инициативу со стороны молодоженов. Берег реки, лесную опушку или загородный дом. Главное, не дальше 40 километров от города». Конец цитаты. Так в своем телеграм-канале написал зампред правительства Артем Никитин. Кстати, полетать на воздушном шаре или понаблюдать за массовыми полетами аэростатов рязанцы смогут уже на следующей неделе. 4 августа стартует фестиваль «Небо России». За 9 дней в этом году мероприятие идет дольше, чем обычно. Гостей ждет множество событий. Единственный нюанс – вставать придется рано. Все самое красивое происходит на фестивале спустя 3 часа после рассвета. Второй шанс полюбоваться на воздушные шары – предзакатное время за 2-2,5 часа до захода солнца. В идеале увидеть и утренние, и вечерние полеты и сравнить ощущения. В рамках «Небо России» в 2024 году пройдут Кубок Рязанской области и 17-й Кубок России по воздухоплавательному спорту. Участие примут 25 команд. Также в программе мероприятия «Массовые старты для всех» координаты стартов выкладываются на сайте небороссии.ру и в социальных сетях фестиваля. Рязанские воздушные игры запланированы 9, 10, 11 августа и демонстрационные полеты для гостей. Это возможность исполнить мечту и полетать вместе с профессионалами. Также гостей фестиваля ждут ярмарка мастеров, фудкорты и музыкальная площадка. На этом у меня все. Еще больше новостей на сайте город62.тв и на наших страничках в соцсетях. Всего доброго! Субтитры подогнал «Симон»!